Цена неправды Солнечный луч через распахнутое окно падал на рыжеволосую голову Димы. Мальчик, сидя за письменным столом, старательно выводил в тетрадке буквы, складывая их в слова и предложения. Его веснущатый нос то морщился, то сопел, пока содержимое, лежащее перед ним книги, медленно, насколько позволяло умение первоклассника, переползала в тетрадку. Иногда Дима клал ручку на стол и мечтательно смотрел в окно, где хозяйничало лето, а после непродолжительного отдыха вновь брался за дело. Тщательно сверяя с написанным в книге, он выводил каждую черточку, каждую запятую, и даже точки у него получались красивыми. Наконец, работа была закончена. Дима не без удовольствия бросил ручку в ящик стола и закрыл книгу. Теперь можно было показать тетрадку дедушке. От этой мысли веснушки на его круглом лице заиграли, а уголки губ расплылись в довольной улыбке. Дима представлял, как дедушка, посмотрев эту работу, похвалит его. Собственно говоря, только ради этого Дима и старался. Ему нравилось, когда его хвалили. А дедушка, хоть и был человеком строгим и немногословным, хвалить умел. Если быть более точным, то несколько по-армейски кратких слов дедушкиной похвалы были для Димы весомее ободрение учительницы, которая тоже иногда хвалила его за успехи в учебе. Вот Дима решил пожертвовать двумя днями летних каникул, чтобы похвастаться умением красиво и чисто писать и получить одобрение дедушки. Застал Дима его в беседке за чтением книги. «Что это?» – удивленно спросил дедушка, беря тетрадку из рук мальчика. Он стал с интересом перелистывать страницы. А Дима думал, как бы преподнести свою затею. Мальчик только сейчас понял, что просто дать тетрадку – этого мало. Признаться, что все задумано ради хвастовства, он не мог. Такого дедушка явно не одобрит. «Так что это?» – переспросил дедушка, не поднимая глаз. Нужно было срочно что-то придумать. Дедушка не любил по несколько раз задавать одни и те же вопросы. «Это… ээээ… это домашнее задание на каникулы». Идея показалась Диме блестящей. И хотя он почувствовал укор совести за сказанную неправду, но постарался не обращать на это внимания. Других вариантов он сейчас придумать не мог. Дедушка еще раз, уже более внимательно, перелистал тетрадку. Его серьезное лицо украсилось легкой, еле заметной улыбкой. А уголки глаз слегка спрятались в маленьких морщинках, верный признак того, что он доволен. Дима замер, не спуская глаз с дедушкиных морщинок, которые то появлялись, то исчезали, то вновь появлялись. Наконец, они показались над могучими бровями в виде глубоких задумчивых складок. «Молодец! Приятно, что ты стараешься!» Дима расцвел. «Веснушки заиграли на лице, глаза заблестели!» Он ожидал, что последуют еще приятные слова, которые согреют и заставят прыгать сердце. Но дедушка, закрыв тетрадь, вернул ее и добавил. «Но надо будет переписать. Тут несколько ошибок. Думаю, ты сможешь заработать твердую пятерку». Веснушки застыли, глаза погасли. Улыбка еще оставалась на лице Димы, но выглядела искусственной. Такого поворота событий он не ожидал, да и не хотел вовсе. «Повторно переписывать огромный рассказ? Нет, только не это!» «Может, и так пойдет?» – попытался возразить он. Но дедушка, очевидно, думал по-другому. Он добродушно потрепал внука по голове и сделал несколько отрицательных движений головой. «Нет, не годится. Если бы это не было домашним заданием, тогда еще ладно. А так надо поработать». Далее последовали наставления о том, как важно учиться исправлять ошибки, как труден путь к хорошим оценкам, насколько он важен и к каким прекрасным результатам приведет. «Давай так. Сегодня можешь погулять, а завтра займешься заданием», – сказал дедушка и вновь взялся за свою книгу. Не ожидая такого поворота событий, расстроенный Дима направился к дому. Войдя в комнату, он с размаху швырнул тетрадку в угол, пнул ногой стул и сел на кровать, хмуро подперев голову руками. Он думал о том, что испортил два дня, и еще столько же придется испортить снова. А все из-за этой глупой выдумки. Признаться было страшно. Переписывать рассказ не хотелось. А ведь придется сидеть и писать, писать, писать. От жалости к себе Дима даже пустил слезу. Одну, но большую. Тут его посетила другая мысль, от которой он немного воспрянул духом и мечтательно посмотрел в окно. А вдруг дедушка забудет? День-два пройдет, и можно будет не вспоминать про злополучную тетрадку. Ободревшись, Дима встал с кровати и, перемахнув через подоконник, выскочил на улицу. Прошло три дня, и уверенность в том, что все забыто, настолько овладела им, что он свободно гонял с другом по лесу, бегал на озеро. Но вечером третьего дня все, как обычно, собрались за ужином. Бабушка поставила на стол аппетитные ватрушки с компотом. Одну Дима уже уничтожил, и принялся было за вторую. «Как вдруг услышал?» «Как твое задание? Готово?» Вопрос дедушки настолько шокировал мальчика, что он не сразу нашел, что ответить. Дима медленно перевел свой взгляд с ватрушки на дедушку. «Почему молчишь? Переписал рассказ?» «Нет», вышло таким невнятным, что дедушка наклонился и переспросил вновь. Хотя второе «нет» было больше похоже на мычание коровы, чем на слово, дедушка все понял и спросил. «А почему?» Дима поежился на стуле и, положив ватрушку, которая в один миг потеряла свою привлекательность, попробовал оправдаться тем, что забыл. Но эта попытка вышла такой неуклюжей, что на серьезном дедушкином лице появилась улыбка. «Ты надеялся, что я забуду?» «Нет, так дело не пойдет. Задание есть задание, и его надо выполнить». Тут лицо дедушки опять приняло серьезное выражение. «Завтра займешься рассказом. Понял?» Дима заставил себя кивнуть, но это получилось у него опять неуклюже. С трудом доев ужин, он обреченно побрел в комнату готовиться ко сну. Следующие два дня показались Диме очень длинными. Время медленно тянулось за шариковой ручкой, которая выводила буквы на страницах новой тетрадки. Дима старался быть внимательным, чтобы не сделать ни одной ошибки. Тщательно сверял каждую букву и слово. Ведь золотые дни каникул были дороже всего, и очень хотелось больше не возвращаться к этой писанине. Наконец он закончил работу. Пять раз перечитал все и десять раз отругал себя за то, что выбрал такой длинный рассказ. Еще через три дня тетрадка оказалась в руках у дедушки. Дима с трепетом смотрел, как тот читает его работу. Как уголки добрых и вместе с тем строгих глаз снова то прячутся в морщинках, то появляются. Мальчик чувствовал себя неуверенно. Ему показалось, что дедушка читает рассказ дольше, чем он переписывал. Стрелки на часах, и те перестали двигаться. Даже муха до этого назойливо жужжащая застыла на окне в ожидании. Складки на дедушкином лице с уголков глаз переместились на лоб и превратились в глубокие борозды. Дима понял, что дело плохо. «Возьми», – протянул тетрадку дедушка и попробовал улыбнуться. «Уже лучше, но осталось несколько ошибок. Надо будет переписать». «Ошибок?» Дима не верил своим ушам. «Он же несколько раз перечитывал и проверял. Неужели что-то пропустил?» Тут он попробовал схитрить. «А где ошибки?» Он раскрыл тетрадь в надежде, что дедушка не заметит подвоха и покажет, что ему нужно исправить. Но дедушка только улыбнулся. «Нет, внучек, работать тебе. Твердая пятерка стоит того, чтобы потратить несколько дней». Эти слова прозвучали для Димы как приговор. Он представил, как эти несколько дней превращаются в огромного зверя и пожирают все каникулы. Допустить такого он, конечно, не мог. «У меня уже чистые тетрадки закончились. Писать негде». «Ничего страшного», – серьезно ответил дедушка. «Бабушка завтра будет в магазине и купит десяток тетрадей. Дай ручек несколько штук. А то вдруг паста в твоей закончится». Десяток тетрадей и несколько ручек оказались тяжелее мешка с цементом. Во всяком случае, услышав о них, Дима почувствовал себя придавленным. Перспектива провести летние каникулы за письменным столом возникла на горизонте и заслонила солнце. Дедушка попробовал утешить внука. Он прочитал из книги притчей несколько мест о трудолюбии и прилежании. Дима покивал и, получив разрешение погулять, пока бабушка купит тетрадки, обреченно поплелся на улицу. На следующий день за завтраком бабушка, улыбаясь, подала Диме упаковку тетрадок и несколько ручек. Дима посмотрел на этот подарок как на мировую угрозу. Он переписывал текст, коря себя за любовь к похвале и обман. Да и хвалиться было нечем. Обман повернулся против него. Теперь, сидя за письменным столом, он пожинал то, что посеял. На новую работу ушло три дня, сопровождаемых потоками слез, пролитых в тайне от всех. Более тщательно, наверное, еще никто не проверял свою работу. Наконец-то убедившись, что точность переписанного текста уступает разве что точности ксерокопии, он отнес тетрадку дедушке. Но как велико было его отчаяние, когда он получил тетрадку с печальным приговором. Уже лучше, но некоторые ошибки остались. Надо переписать. Дедушка, как обычно, разрешил погулять. На этой неделе отдохни, а на следующей поработаешь, коротко сказал он. Так Дима и сделал. Новая неделя началась с письменного стола. И опять кропотливая работа, опять укоры самому себе за неправду, хвастовство, длинный рассказ. Опять сверка текста с книгой. И опять возвращенная тетрадь, все с тем же приговором. Надо переписать. И он опять переписывал, переписывал, переписывал. Так прошло почти все лето. Дедушка часто уезжал по делам, но каждый раз, вернувшись домой, проверял работу и печально хмурился, отдавая тетрадку на переписывание. И мальчик переписывал. Он уже выучил наизусть весь рассказ, но ошибки от этого не исчезали. По три дня в неделю пыхтел Дима за письменным столом, достигая совершенства в технике письма. Но ошибки неизменно оставались. Дима уже выучил весь процесс проверки. Каждый раз повторялось одно и то же. Он приносил тетрадку, дедушка ее просматривал и возвращался приговором переписать. К концу лета дедушкины поездки сократились, и он чаще стал бывать дома. Может быть, поэтому сегодня все пошло по-другому. Посмотрев Димину писанину, он воскликнул. Не может же быть такого. Одни и те же ошибки. Одни и те же. Дима апатично наблюдал, как дедушка дольше обычного держит в руках тетрадку и смотрит на него задумчивым взглядом. Вдруг складки на его пожилом лице ожили. Взгляд заблестел, словно в сознании возникла необычная догадка. «А ну-ка, принеси сюда свою книгу», скомандовал он. И когда Дима, нехотя поплесся к себе в спальню, начал его подгонять, словно боялся опоздать куда-то. «Быстрее, быстрее!» Дима принес книгу со злополучным рассказом, который он мог пересказать на память. Дедушка взял и начал перелистывать его. То, как он это делал, как при этом поднимались и опускались его густые брови, как удивленно качалась его голова, насторожило Диму и побудило внимательнее следить за происходящим. Заблестела маленькая надежда на то, что сейчас что-то произойдет. Так и случилось. «Удивительно!» – воскликнул дедушка, откладывая в сторону тетрадку и книгу. «Как я раньше не догадался!» Он пристально посмотрел на Диму и складочки на его лице обнаружили глубокое сожаление. Дедушка посадил Диму к себе на колени. «Оказывается, ты все правильно переписал». «Все правильно? Ошибок не было?» – ошеломленно спросил Дима. «Все правильно», – повторил дедушка, но с ошибками. «Опечатки были в книге и ты их старательно переписывал». «Мне сразу нужно было обратить внимание на то, что в последних работах ты делал одни и те же ошибки». «Но, к сожалению, я был слишком занят». Диме показалось, что сейчас рухнет потолок. Добрая половина летних дней ушла на переписывание «Опечаток». А все из-за того, что он обманул. Из-за того, что решил похвастаться, из-за того, что сразу не признался и не рассказал дедушке всего, а надеялся исправить то, что исправить ему было невозможно. Горький ком подкатил горло, и на глазах заблестели слезы. Дима старался их не показать, но дедушка, наверное, догадался, что происходит в душе внука. Он начал утешать его, уверяя, что время не потрачено напрасно, что приобретенные навыки пригодятся в учебе. Дима молча слушал, опустив голову. Больше всего он хотел сейчас запомнить этот урок. Это был не урок письма. Это был урок, показавший, какую большую цену порой приходится платить тем, кто говорит неправду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!